Барнаульские нейрохирурги Провели уникальные операции на мозге Теперь их планируют поставить на поток Пятница, время оккультуриваться Сегодня много новостей из мира музыки Это работа о всех нас, окружающей нас действительности Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко Здравствуйте! На проезжей части проспекта Ленина по-прежнему перекрыто движение транспорта Сотрудники Барнаульского водоканала восстанавливают коллектор Кирпичные стенки которого обрушились накануне Напомним, 26 октября здесь провалился асфальт По счастливой случайности никто не пострадал Чтобы не допустить повторения ситуации Новый коллектор возводят из железобетона Осложняется ремонт тем, что работы ведутся на глубине 6 метров Коммунальщикам уже пришлось выкопать огромный котлован Чтобы восстановить один единственный колодец Сотрудники водоканала осмотрели соседние канализационные люки И заверяют, что их состояние не вызывает опасения Завтра, думаю, после середины рабочего дня, после обеда Приступим к началу работы по благоустройству Сейчас приедут подрядчики, которые будут проводить уже предварительную оценку Каким образом это делать и так далее, и так далее Для того, чтобы исключить просадку котлована Инспекторы ГИБДД, которые дежурят на месте ремонтных работ Отмечают поток автомобилей сегодня пока меньше, чем накануне Предположительно, движение на аварийном участке проспекта Ленина откроют в понедельник А пока просят водителей выбирать пути для объезда Активисты Общероссийского народного фронта призывают власти Барнаула прекратить укладывать асфальт в снег и дождь Претензия связана с работами на мосту через Барнаулку Покрытие начали укладывать 19 октября и продолжили, когда температура воздуха опустилась до отрицательных показателей При этом ГОСТ и СНИПы запрещают дорожно-строительные работы в холодное время года и во время осадков Если продолжить укладывать асфальт, считают активисты ОНФ, то поверхность моста быстро покроется ямами и канавами Из этого следует, что через пару лет вновь потребуются деньги из бюджета на восстановление дороги Которая пользуется популярностью автомобилистов и водителей общественного транспорта В ответ на обращение общественников на официальном сайте администрации Барнаула появилось сообщение Что подрядчик укладывает асфальт на мосту по новым технологиям, которым якобы не страшны мороз и осадки Социальная сфера не пострадает Сегодня барнаульские депутаты приняли проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов По расчетам депутатов, доходы бюджета Барнаула в 2017 году не превысят 6 млрд 21 млн рублей Расходы составят 6 млрд 412 млн рублей Дефицит почти 400 млн рублей Депутаты подчеркивают, что при верстке документа учитывались только собственные доходы городской казны Почему такие маленькие цифры, 6 млрд, а не 9-10, как бюджеты предыдущих годов Потому что мы принимаем немножко вперед, раньше бюджета края И мы не знаем, какие межбюджетные трансферты будут нам с вышестоящих бюджетов переданы Они, конечно, будут, но просто мы не знаем точной цифры По словам народных избранников, в краевой столице в следующем году будут строить новые детские сады и школы Более того, увеличатся расходы на содержание сети образовательных учреждений Город продолжит участие в программе развития внутреннего и въездного туризма Благодаря которой в краевую столицу поступает дополнительное финансирование из краевого и федерального бюджетов А также представителей частного бизнеса Именно на эти средства уже построена лестница в Нагорный парк, а также мост через Барнаулку и на соцпроспекте Строится набережная и мост на проспекте Ленина Увеличить бюджет с учетом новых поступлений депутаты смогут уже во втором чтении ориентировочно в конце ноября Между тем, городская избирательная комиссия до сих пор не признала полномочия новобранцев Барнаульской городской думы Напомним, 30 сентября 6 депутатов городского парламента досрочно сложили полномочия в связи с победой на выборах в краевое заксобрание На смену им партии утвердили новые кандидатуры Антона Васильева и Андрея Сартакова из КПРФ должны заменить Александр Огородов и Лариса Идолова Единороссы Ивана Мордовина, Елена Хриспинс, Анатолия Вытоптова из Парнаса, Геннадий Шейда, Павла Шумихина из СССР, Оксана Молодых Работать в БГД новичкам предстоит около года, до момента перевыборов Однако городская избирательная комиссия до сих пор не признала полномочия новичков Партиям было сказано, что произойдет это на одном из следующих заседаний городской избирательной комиссии Октябрь уже прошел, депутаты наши не вступили в полномочия, которых мы определили сейчас в ноябре В ноябре они сейчас проведут свое плановое заседание и по всей вероятности еще будут целый месяц изучать эти кандидатуры Я знаю, что наши коллеги из Справедливой России, те уже во всей инстанции написали жалобы По всей вероятности наши, если ничего не изменится, наши кандидаты в депутаты будут тоже обращаться и в прокуратуру Возвращаемся к теме, почему возить пассажиров за 17 рублей в общественном транспорте больше невозможно Накануне объяснили автоперевозчики чиновникам на заседании Координационного совета по ценообразованию При этом стоимость проезда в 20 рублей в автобусе и в 19 в электротранспорте А именно настолько власти смогут поднять цену на билеты, не решит проблем пассажироперевозчиков Почему, узнавал Алексей Янкин На заседание Координационного совета представители горэлектротранса пришли с перечнем весомых аргументов Требуя повышения стоимости проезда в трамваях и троллейбусах хотя бы до 21 рубля Они рассказали, что зарплата сотрудников не растет два года, в отличие от тарифов на электроэнергию и отопление В июле ожидается новый подъем Прогнозируемый результат финансово-хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров за 16-й год Мы ожидаем убыток почти 60 миллионов рублей План прогноз на 17-й год убыток по перевозке 148 миллионов рублей Каждую копейку считают и автотранспортные компании Предприниматель Антон Йеншин заявил, что львиная доля маршруток в его автопарке 2007 года выпуска ломаются регулярно А зарубежные запчасти после кризиса подскочили в цене в два раза Коллегу поддержал Павел Грехов, владелец компании автобусов большой вместимости Правда, добавил, что маршрутки в более выгодном положении Не замечая разницы в цене на проезд, люди все чаще выбирают именно этот транспорт Отток пассажиров ставит автобусы большой вместимости на грани исчезновения как вида Отметил Грехов Позвонили, как бы, с отдела кадров, просто увольняются водители Два водителя написали, которые отработали больше 10 лет Я знаю, куда они пошли Пошли они на автобусы малой вместимости Как бы, вот, если принимать решение Какое бы оно ни было, маленькое или большое Но должна быть разница в тарифах И она очень нам нужна Иначе, там, 2-3 года максимум И мы, наверное, будем покупать автобусы малой вместимости Маломестные автобусы на 53, 17 и 35 маршрутах Продолжает мысль Павел Нонсенс А теперь добавляются еще расходы на внедрение системы электронных проездных билетов Ее, кстати, планируют запустить везде, кроме маршруток, уже с 1 декабря Оператором системы станет МУП «Центр Транс» Где можно будет приобрести электронные проездные и пополнить баланс Вопрос сейчас решается В настоящее время достигнута договоренность с тремя агентами Это Почта России, Сбербанк России и Лига Пресс В настоящее время идет обучение специалистов по работе в данной системе Электронные карты и проездные должны поступить в продажу ориентировочно 15 ноября Проехать по ним будет дешевле, чем за наличку на 1-2 рубля Ну а что касается новых тарифов Эксперты, присутствующие на Координационном совете Посчитали их, несмотря на доводы пассажироперевозчиков Сбалансированными и отвечающими экономической ситуации Теперь утвердить их должен глава администрации Барнаула Сергей Дугин Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город» Цирк Слонов уехал, а нарушитель закона остался Барнаульская транспортная прокуратура оштрафовала человека, который принял участие в рекламе развлекательного заведения 25 августа возле места дислокации цирка в небо поднялся тепловой аэростат с информацией, завлекающей зрителей Летательный аппарат поднялся ввысь на 10 метров Однако, как выяснила транспортная прокуратура, пилот допустил массу грубых нарушений Воздушного кодекса России Он не имел права управления судном, отсутствовал сертификат летной годности аэростата, да и полет не был ни с кем согласован За такое игнорирование закона транспортные прокуроры наложили штраф в 5000 рублей на пилота аэростата Нейрохирурги Краевой клинической больницы впервые провели две уникальные операции на головном мозге До недавнего времени в Сибири их делали только в федеральных центрах А в нашем крае их планируют поставить, что называется, на поток в обычной больнице Рассказывает Ольга Калачева Людмиле Молчановой операцию на головном мозге сделали 8 дней назад А женщина уже готова отправиться домой Говорит, лицо больше не болит 15 лет назад у жительницы Барнаула врачи обнаружили воспаление тройничного нерва Ну тройничный нерва знаете где? Вот так вот, здесь вот все Я не могла ни рта не раскрыть, ни разговаривать не могла Даже вот такое движение, уже невозможно было Когда один зуб болит, вот нерв болит больно А когда такое впечатление, такое впечатление, что весь рот По данным Всемирной организации здравоохранения В Алтайском крае в таких операциях нуждаются около 1200 человек В основном это люди старше 50 лет Но заболеть могут и молодые Конечно, раньше такие воспаления врачи тоже пытались лечить Но, как правило, длительного эффекта не было Корешок тройничного нерва воспалялся вновь У данных пациентов данный корешок сдавливается артерией Мелкой артерией, что и является причиной этих болей И суть операции именно, во-первых, отделить этот корешок от артерии Которые обычно интимно спаяны друг с другом А во-вторых, поместить между ними специальный материал по типу прокладки В ближайшее время отправится домой и еще один пациент нейрохирурга в краевой больнице Николая Шумкова 19 В шестилетнем возрасте врачи диагностировали опухоль ствола головного мозга Тогда операция прошла успешно Но со временем это привело к внутренней гидроцефалии головного мозга Нарушается благодаря каким-то факторам отток мозговой жидкости из головного мозга Естественно, для того, чтобы ликвидировать эту ситуацию, это заболевание Необходимо создать другие пути вывода ликвара мозговой жидкости Раньше отток мозговой жидкости достигался путем установки сложной системы трубок Но теперь врачи научились обходиться без них Кстати, ежегодно такие операции требуются 50 жителям края Причем эта цифра год от года растет Диагноз все чаще ставят новорожденным Но теперь за медицинской помощью их родителям Не нужно ехать в другой регион Ольга Калачева, Александр Морозов, информационный канал, город Сразу несколькими свежими работами отметились барнаульские музыканты Сначала Александр Балыков и коллеги по группе Вива выпустили свежий клип Затем опытная команда Волны порадовала наконец-то поклонников первым альбомом Обо всем по порядку и не только о музыке расскажет Кирилл Политов В новом выпуске программы Окультуриваемся Всем привет, меня зовут Кирилл Политов Сегодня пятница, это значит пришло время оккультуриваться Мы по-прежнему продолжаем гнуть свою линию Знакомить вас с различными культурными площадками города Сегодня никуда не поехали, работаем в нашем доме, доме журналистов У нас как-никак историческое здание, постройка начала 20 века Заодно и познакомим вас с залами Начнем! Наш земляк, певец Александр Балыков вместе с коллегами по проекту Вива Выпустил дебютное видео, посвятил композицию «Женщине мечте» Называется композиция, она так прекрасна Этим событием коллектив отпраздновал годовщину Федеральные средства массовых информаций уже поспешили Окрестить Вива конкурентами хора турецкого Итак, немного о сюжете свежего творения В процессе игры пианиста рождается образ той самой прекрасной девушки В которую влюбляются все участники группы Давайте смотреть уже В главной роли одна из лучших танцовщиц страны Елена Албул Вот такой дебют от Александра Балыковой компании получился Поздравляем и ждем с концертом на родине Перейдем к локальным музыкальным событиям Банда Волны выпустила свет Новое творение называется альбом «Одержимость» К этому событию музыканты шли аж 12 лет В век цифровых технологий Выпустили пластинку в том числе на физическом носителе По случаю такого знакового события Мы поздравили лидера коллектива Артема Сабельникова лично Заодно и интервью с ним записали Ему слово Это работа о всех нас, окружающей нас действительности У нас вот здесь внутри есть пресс-релиз Я мог бы его зачитать Вот он мелким шрифтом здесь прописан Ну в общем это обо всем, что нас сейчас окружает Об интернете, о гаджетах, о политике, о войне Которая постоянно происходит то там, то здесь Все вместе и родило вот эту пластинку В которой есть где погрустить, есть где посмеяться Совершенно разные моменты То есть это все, с чем сталкивается, скажем, обыватель Вот буквально каждый день все в этой пластинке есть Одержимость это та песня, с которой как раз И началась хорошая работа в группе Когда мы вот действительно всей группой сели И аранжировали песню от и до И придумывали ее прям по ходу создания Не было такого, что у меня была какая-то домашняя заготовка Или что я принес ребятам текст И сказал, что вот у меня есть текст, давайте что-то придумаем Мы прям сочиняли по ходу дела Вот, эта песня Одержимость Собственно, почему она и главная Я бы ей поставил пятерку, уверенную Я не стану даже ни лукавить, ничего Я очень доволен Это действительно круто И за это абсолютно не стыдно Слушайте на здоровье, а это вам Вот такие они музыкальные волны Закроем музыкальный блок еще одним событием из этой сферы Броново пускай и ненадолго стал Парижем Переместиться во Францию помогла солистка московских мюзиклов Ольга Годунова Совместно с симфоническим оркестром филармонии Получилось весьма зрелищное выступление Звучит музыка Дружбу народов обсудили в Барнауле Эксперты собрались на масштабную конференцию В стенах юридического института Повестка дня «Традиционная народная культура» Началось все не по-культурному, а скорее по-научному Десятки специалистов сферы образования культуры Говорили о проблемах межнационального взаимодействия В ходе семинаров и круглых столов Сбережение культур в ходе конференции Была посвящена отдельная программа Представители разных национальностей Презентовали ремесла и элементы фольклора Резьба по дереву, вышивка, кружевоплетение, старинная музыка Как считают историки Барнаулеского юридического Дружбу народов порождает взаимный интерес к чужой культуре К тому же в Алтайском крае практически каждая семья Так или иначе межнациональна В свое время мы были Советским Союзом, многонациональным Советским Союзом И, скажем, сейчас это Российская Федерация по-прежнему остается самой многонациональной страной Всех любителей синематографа объединил конкурс «Мое кино», который посвящен году российского кино Вот неожиданно, правда? Заявки желающие отправляли на родину Василия Макаровича Адресат Елена Денисова, заведующая отделом экскурсионной и просветительской деятельности Музея-заповедника имени Шукшина Всего пришло, говорит, 38 работ Имена победителей озвучат 3 ноября во время программы «Ночь искусств» Переходим к другому весьма неординарному искусству «Фьюмаш» — поэзия дыма Вот так называется выставка работы студентов Сразу двух вузов — Института архитектуры и Политехнического Предлагаю взглянуть «Фьюмаш» — это слово пришло к нам из Франции Означает дословно копчение Впервые необычный эффект в виде оставленных следов копотью от свечи применил сюрреалист Вольфганг Паален Авторы новой экспозиции использовали технику «Фьюмаш» Для создания в графических работах натюрмортов и творческих импровизаций На этом свежая порция культуривимся подошла к финалу Ровно через 7 дней на том же месте в тот же час До новых встреч, пока! Отстрелялся! И печальная новость Сегодня стала известна о смерти бывшего директора театра драмы Владимира Мордвинова Ему было 64 года В 13 лет он стоял во главе классического театра региона За это время было поставлено более 50 спектаклей Спектаклей Мордвинов был председателем творческого совета театра И членом правления Краевого детского фонда Прощание с Владимиром Ильичем пройдет в воскресенье в прощальном зале по адресу Аносова, 8 Юные тейквандисты края вернулись из Астаны С открытого международного турнира среди детских спортивных школ Школы школ высшего олимпийского резерва О результатах и подготовке к предстоящим серьезным поединкам Наш корреспондент Евгений Ещенко Международный турнир проходил в рамках этапа подготовки наших спортсменов к чемпионату края Участвовало почти тысячи человек из России и Казахстана Алтайский край представляли шесть юных спортсменов И в упорной борьбе заняли два призовых места Первое и второе Случайностью это не назовешь Ведь сегодня в крае для занятий тейквандо Созданы все условия и есть необходимая спортивная база Хотелось бы пожелать и моим детям, и остальным клубам Чтобы мы были сильными Вы знаете, что у нас даже Наш гаун-альберг в этом году участвовал в Олимпийских играх Он не повезло немного, но у него все впереди А вот и на Насте Кстати, воспитательность нашей школы сейчас сборной страны Поэтому мы рады, что мы тоже принимаем какую-то пользу Тейквандо довольно молодой вид спорта, в котором гармонично соединяется дух тела и дух души И заниматься им можно, начиная со всем в юном возрасте Родители приводят на тейквандо мальчишек и девчонок, которым едва исполнилось 3,5 года К 11 они уже участвуют в самых разных и не только районного масштаба соревнованиях Я около 15-16 соревнований уже провел Самое такое достижимое мне понравилось в Новосибирске Потому что у меня там больше всего боев было И я там занял тоже первое место Я тоже ездила на Россию уже два года Мне больше всего кажется, что мое большое достижение То, что я быстро дошла до черного пояса Четыре года я занимаюсь Мне очень просто понравилось Здесь не только руками Здесь очень интересно, как фехтование, только ногами Девчонки приглашаем вас заниматься Очень интересно Здесь очень интересно и увлекательно Можете потом сдачи давать мальчишкам Сейчас эти юные спортсмены готовятся к главному соревнованию года Чемпионату края Затем им предстоит открытый международный турнир Мангуста в Новосибирске Кстати, готовятся они по-взрослому Достаточно побывать на тренировке и понять На татаме поблажек нет никому Уже в ближайшую субботу ребята будут бороться за титул лучшего на чемпионате края Пожелаем им только победы Евгений Ещенко, Андрей Печоркин, информационный канал Город Гостем Татьяны Голубевой завтра накануне Дня автомобилиста будет автоледи Эльвира Гудчина Согласна ли она с мужским утверждением, что женщина за рулем как обезьяна с гранатой Насколько хорошо, по ее мнению, убирают от снега барнольские дороги Почему вместо сцены, где провела почти все детство, Эльвира выбрала автомобили Не только об этом в нашем выпуске завтра в 19.00 С прогнозом погоды на ближайшие выходные и начало следующей недели Буквально через минуту Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды А между тем осень в разгаре, а значит самое время утеплиться и обновить гардероб В Барнауле работает ярмарка демисезонной и зимней верхней одежды Большой выбор и при этом более чем доступные цены Все по 3500 рублей Мужская и женская одежда на любой вкус, размер и возраст Демисезонные и зимние куртки и ветровки Кожаные изделия, пальто и модные пуховики Мех искусственный и натуральный Более двух тысяч моделей самых разных фасонов, размеров, расцветок И покрасоваться можно и от стужи с ветром защитит Опытные продавцы-консультанты помогут вам подобрать оптимальный вариант В том числе с различным наполнителем, пухом, пером, синтепоном или современным тинсулейтом И кстати, наряду с правилом «Всё по 3500» действует дополнительная система скидок Вы не уйдете без покупки, а возможно еще вернетесь И торопитесь, срок работы ярмарки ограничен С прогнозом погоды на период с 29 октября по 2 ноября 2016 года Людмила Сырых Третья декада октября, как и две предыдущие декады месяца Идет ниже среднемноголетних значений на 4-5 градусов Последний раз такой холодный месяц был отмечен в 1976 году Количество выпавших осадков составило 13 мм, что соответствует декадной норме В первой половине следующей недели на смену спокойной, преимущественной без осадков погоде выходные Южный циклон, сформировавшись над районами Каспийского моря и смещаясь на восток Сибири Принесет мощную волну тепла А вместе с ней обильные осадки и сильный ветер Что приведет к падению снега с крыш зданий и сильной гололедицы на дорогах В субботу переменная облачность, ночью временами слабый снег, днем без осадков Ветер северо-восточный слабый, температура воздуха ночью минус 7-9, днем от 3 градуса ниже нуля В воскресенье переменная облачность, без осадков, ветер восточный слабый Температура воздуха ночью минус 10-12, мороза днем минус 1-3 В понедельник переменная облачность, во второй половине ночи снег, днем мокрый снег, дождь, гололедные явления Ветер юго-западный, умеренный, температура воздуха ночью от минус 7-9 градусов, к утру повысится до минус 3, а днем столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла Во вторник облачно, ночью преимущественно без осадков, днем с прохождением атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном Ожидаются мокрый снег, дождь, временами сильной интенсивности, гололедные явления Ветер юго-западный, ночью умеренный, днем сильный, порывистый Температура воздуха ночью от 0-2, днем повысится до 4-6 градусов тепла В среду сохранятся дождь, мокрый снег, гололедные явления Ветер юго-западный, сильный, порывистый Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла Во второй половине рабочей недели с прохождением холодного фронта и затоком арктического воздуха мокрый снег перейдет в снег, местами закружит метель Температура воздуха в ночные часы понизится до минус 7-12, днем до 3-8 градусов ниже нуля Будьте внимательны, одевайтесь по погоде, хороших всем выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА